здравствуйте друзья может показаться что я в образе но я пока только в прикиде я еще не в образе а в прикиде у нас сегодня вечерком тут мероприятие там поэзия двадцатых ну и соответственно значит как-то все вырежаются какие-то стишки учат там как мероприятие вот я буду маяковского читать про электрическую лампочку ну не суть так вот я может быть пару слов скажу про то что вчера с нами приключилась там с посещением такого квартирного концерта как бы я не знал куда мы идем в смысле я знал хозяина и мы там у него часто бываем мы с ним в одной школе еще учились когда-то в москве но тут такая история что я знаю какие-то люди там у него живут и собственно черну я я не знал никто не что ничего но когда до меня дошло и кто и что и чего тут мне стало даже как-то немножко не по себе потому что вот люди которые там были владимир соловьев и жена его елена лепикова значит там понимаете что это люди которые очень близко знали бродского ну и своего довлатова но но как бы бродский как бы дабы более крупная такая величина он все-таки нобелевский лауреат и бродского не печатали в ссср также как собственный довлатов практически не печатался но бродский он был такой как бы я не знаю изгое что ли его судили за тунеядство и ахматова когда она значит видела это дело она говорила она не очень любила бродского считала что у нее неряшли в этом поэзии но ахматова она говорила что какую биографию делают рыжему то есть ахматова понимала что вот как бы это вызовет протесты на западе это вызовет интерес со стороны там литературной общественности запада и так далее ну не суть так вот а поскольку бродскому негде было выступать а человеку очень важно выступать перед публикой и чтобы критики с тобой работали чтобы как аудитория вот это все очень важно туда влатова этого не было а бродский он ходил на такие вечеринки домашние вот буквально как мы вчера значит были вот так же значит владимир и елена приглашали его к себе домой и вот там у них выступал перед какими-то аудиториями но это мог могли быть там дни рождения там или что-то потому что это было на самом деле слишком опасно просто устраивать какие-то мероприятия но вот так как бы да вот он приходил на день рождения давай там стихи читать и елена работала редактором они питерские работали редактором в литературном журнале аврора поскольку напечататься было очень сложно в то время ну то есть писатели есть где их печатают не очень есть кроме того там и кгб ночь контролирует и редактора и цензоры боже мой там чего только не было очень сложно было опубликоваться вот вы видите что например давлатов не мог опубликоваться он он занимался там работал в газетах там заводской многотиражки там еще что-то но публиковаться не мог и это было все сложно и вот елена она работала в журналах в журнале она она знала то есть ну кого только можете себе представить из звезд как бы современных звезд там литературы тогдашней да она их всех лично знала и работала с ними там над произведениями всякими там и так далее вот и ну чё там говорить когда я увидел их там и до меня даже дошел масштаб этого всего ну и так вроде сначала мы поговорили не сразу понял но потом значит когда поговорили немножко а потом кино стали показывать кино которое там показывали из двухчасового фильма нарезали но может быть час сами ребята вот которые там все это у себя проводили они сами взяли двухчасовой фильм нарезали и я не знаю в общем мы там посмотрели то что было показано и я подкатился к ним и говорю послушайте а как вы смотрите чтобы на ютюбе чтобы посмотрели там ну люди много людей они настолько не не технические не компьютерные не не как бы просвещенные в этом смысле они ведь конечно это что для этого надо сделать я бы ничего просто ваше разрешение я повешу и я взял у хозяина квартиры я взял сидером или там 9 до 9 и вот значит неважно качнул переформатировал там она была в макентошевском формате там вот и повесил и вы можете это все посмотреть понимаете можно критиковать все что угодно можно сказать что там допустим владимир он больно очень много как бы о себе рассказывает то есть он как бы вроде бы о давлатове но как бы через себя ну давайте как вот как есть это же это уже документ эпохи значит давлатов погиб в девяностом году погиб почему его погиб а не умер он действительно преждевременно очень это с ним произошло ему было 49 лет и он в карете скорой помощи умер значит получилась такая история что его там на носилочке у него был сердечный приступ его вынесли носилка примотали и ну вот он там машину сзади запихнули все и никого рядом не было так вот так получилось что рядом не было никого никто с ним не сидел там никто с ним рядом не сидел и пока его везли у него значит там что-то началась тошнота и вот он вот этим вот задохнулся вот такая смерть трагическая и странная как это не знаю молодой мужик там двухметрового роста и вот так произошло но уже как вышло так вышло но во всяком случае давлатов который не был известен на родине никак он не печатался стал известен после того как поехал в нью-йорк и в нью-йорке он сотрудничал на радио свободы он там писал такие скрипты да как сценарий он их самый начитывал тоже он у него был потрясающий такой бархатный баритон его знали в советское время люди восьмидесятые годы те кто слушал свободу свобода голос америки там немецкая волна вот как какие-то там были радиостанции и вот его очень знали он был известен тем что он писал вот эти тексты очень хорошим он такой как бы человек неравнодушно относящийся к слову очень требовательный к себе вот он писал эти темы ему заказывали тематику из из редакции он писал наговаривал где-то три-четыре раза в неделю выступал на радио свободы и на самом деле он он и жил собственно этим он он зарабатывал этим и тяготился тоже этим потому что он хотел писать он хотел свободно заниматься вот именно литературной деятельностью но материально не мог соответственно приходилось где-то еще работать и я вас уверяю что лучше работать на радио чем допустим грузчиком потому что многие люди творческие как бы не могли не будучи в состоянии зарабатывать литературным трудом ну вот они так вот подрабатывали чем-то еще я хочу сказать что владимир соловьев которого вот вы видите там это довольно уникальный случай человека который живя в америке в состоянии жить литературным трудом но вот ну кто еще был ну вот бродский знаете кто там нет ну наверное не только бродский там наверное еще есть пару человек тем не менее пойти да он люби его переводят его публикуют на разных языках и так далее он конечно ему уже за 70 и он может быть выглядит для вас немножко так ней вот такой смешной забавный да он он не смешной не забавный он чек своего времени и он судьбы определенные тогда и вот давлатов стал известен в узких кругах конечно вот как человек выступавший на радио свобода но кто сам кто там слушал в то время радио свобода но вот кто слушал те помнят и те знают и дальше уже вся известность к нему пришла после смерти потому что после его смерти изменился ну где-то в это же время примерно на переломе изменился режим советский стали публиковать такое чего раньше не публиковали в нью-йорке живя доблатов публиковал книжки свои у него вышло там некоторое количество книг но дело в том что издавались они буквально там 500 600 экземпляров он их сам издавал там на свои деньги и он их даже не продавал он их раздавал знакомым поэтому как бы с одной стороны было большое такое литературное наследие с другой стороны он никогда копейки не заработал на этом и вот когда значит пал советский режим почил в позе значит начали публиковать все что люди готовы были читать и вдруг оказалось что давлатов безумно популярен он сотнями тысяч копии расходились его произведения и если вы спросите меня а вот являюсь летом поклонником давлатова я я скажу что нет но но то есть я читал что-то и мне было интересно и тогда не то что я фанат но с другой стороны я я не фанат кого бы то ни было вообще то есть есть вещь которые авторы которые мне безумно нравится но давлатов просто хорошие добротные там авторы всего я я персонально не могу сказать что я фанат его но я хочу сказать что удивительный феномен человека который после смерти он пришел к своему читателю при том что когда давлатов еще жил в питере потом он жил в таллине там два с половиной года вы сказать первая миграция такая не было еще в ссср он говорил что я там дословно уже не помню там словах но может быть фильме там это есть он 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 понимал что он пишет на сегодняшнего читателя вот сегодня вот сегодня есть люди и он им сегодня пишет и он где через пять лет никто читать не станет неинтересно будет очень вот переживал что он не может опубликоваться хотя пишет прям сегодня и но тем не менее вот прошли годы и его читали и я я думаю что сегодняшний рынок российский как люди говорят что насыщен давлатов там его уже ну то есть вот сколько можно было столько издавали и то есть рынок насыщен в том смысле что все что люди готовы были купить то все было напечатано и он уже после смерти его тиражи превышали значительно тиражи современных российских писателей которые вот вот они их можно пускать потрогать за руках можно подойти с книжки взять подпись я кстати у владимира купил так книжечку и так получил него что автограф на ней там он пару слов написал не только автограф потому что я я это как-то считаю что как это историческая такая вещь и стоит историческая книжка вот у меня будет на полочке стоять потому что пишет много а также вас подписью автора прижизненный там все дела это классно вот так что можно там говорит что тут он не так и там не так и что этот фильм там я не знаю то еще одно вы видите как был снят этот фильм если вы посмотрите там какая-то компания которая делает какой-то там оборудование но просто дали денег на работу тех кто был вовлечен технически это не это не фильм такой знаете над которым работает там целая редакция группа профессионалов там и так далее но тем не менее как автор фильма как человек который все это сказать скомпоновал наговорил продумал и так далее все-таки владимир это этот чек профессиональный то есть он и публику на пишущий он и критиком был литературным это чек высшей степени профессиональный значит оператор который это снимал до профессиональные операторы и вторая камера это тоже профессиональные люди которые сделали же и монтаж тоже наверное у них не было такого оборудования как допустим в профессиональных студиях где там по высшему разряду все тем не менее они сняли этот фильм который в общем то никто никогда особо и не видел я пошел на ютюбе посмотрел там может быть какие-то фрагментики есть там тут минутка другая там третье туда интегрирован ну по сути уникальный такой элемент это рассказ самого давлатова снятый восемьдесят девятом году он там рассказывает там пару смешных случаев там несколько минут вот они с разрешения вот этого человека который снимал этот сюжет значит они включили его фильм я хочу сказать что это история и история ссср это история россии история русской америки и мы можем там хмыкать и хихикать и там сплевывать там левой ноздрёй через правое плечо но без истории настоящего же нет поэтому я видел там несколько комментариев и народ там совершенно обалдел в небольших количествах но в новом по этим сыграть боже то есть это такой первым это такой ну как сказать бриллиант вот который просто свалился на мою голову и я до сих пор значит там в себя прийти не могу от удивления но вот в общем вывесил для вашего внимания посмотрите потому что как вам сказать эта часть вас вот вы вы можете видите в себя можете не видеть но это часть нас всех независимо от нашего отношения там конкретных давлатова к его прозе там и так далее или там к рассказчику который рассказывает значит снято это все через десять лет после смерти давлатова и там жена его тоже участвует ну еще несколько людей которые близкие были к этому кругу общем я очень советую вам посмотреть а так уже как хотите вот а я уже прибыл в офис к себе мне нужно для антуражу другую кепочку взять я так буду по подостапа бендера косить мне нужно другую меня есть в это военно-морская американская правда но ничего страшного и вот я попробую заменить вот друзья я считал бы нечестным не показать вам изменения в прикиде значит мы пытаемся подостапа бендера закосить а вот студенты мои знать это не пошли значит наши студенты а я зашел в класс их там было много у нас по субботам есть занятия и вот они значит голосовали за одну кепочку или за другую кепочку так что большинством принята вот это вот военно-морская фуражечка хотя педагог считала что вот да вроде получше в общем на этом вы наш такой синтетический жанр заканчиваем и я вам желаю почитать то что я извиняюсь посмотреть кино почитать это само собой если захотите я думаю в сети полно и так и приобрести можно кому там больше нравится читать книжки искать бумажные но во всяком случае я то что считал нужным сделал а дальше уже как пойдет счастлива а